Ольга Иванова Королевская Академия 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 Да я еще неделю назад начала из-за этого нервничать А тут последняя ночь перед отъездом Немудреной кошмаром приснится Мисс Аннетти, мисс Лорин В спальню заглянула Клэр Самая пожилая и самая ворчливая служанка в доме тети Впрочем, их всего три И остальные больше заняты работой на кухне Леди Роуд напоминает, что вам пора собираться А то вы можете опоздать на поезд Через полчаса она ждет вас в столовой Передай, что мы уже идем Елейным голоском отозвалась Анни А когда служанка ушла, состроила рожицу, передразнивая ее Мисс Аннетти, мисс Лорин, вы можете опоздать Получалось у кузины очень натурально И я опрыснула со смеху Аннетти вслед за мной Что уж говорить Клэр мы с сестрой недолюбливали А если серьезно, она права Сказала я, отсмеявшись Надо поторапливаться Хорошо, что вещи уже собраны Я посмотрела на большой чемодан Из потертой от старости коричневой кожи Тетя Присцилла очень переживала, что не могла купить нам с кузиной новый В последние несколько лет финансы Роудов оставляли желать лучшего Некогда известная дворянская семья обеднела на глазах Но изо всех сил пыталась сохранить лицо Мне все время казалось, что виной этому мои родители Точнее, смерть мамы и исчезновение отца Но тетя категорически это отрицала Она вообще всегда относилась ко мне тепло Словно ко второй дочери И ни разу не попрекнула, что ей пришлось взять надо мной опекунство А я все жду Аннетти мечтательно закатила глаза Когда получу свою форму? Говорят, она очень красивая Потерпи, усмехнулась я Вечером увидишь Форму выдавали уже в академии по приезде Слышала там даже несколько комплектов На зиму и теплое время года Еще месяц назад, когда мы получили бумаги о зачислении Нас попросили прислать все наши мерки как раз для пошива формы И, признаться, мне тоже не терпелось поскорее на нее посмотреть Особенно если учесть, что у меня уже больше года не было никаких обновок Наконец Аннетти ускакала в свою комнату А я смогла принять ванну Долго отмокать не было времени Поэтому провела в ней не больше четверти часа Уже собралась выходить, но тут решилась проверить Снова Поднесла руку к поверхности воды Сосредоточилась на пульсации в висках Послала мысленный импульс Вода принялась крутиться по спирали Образуя маленький водоворот Стало жарко, сердце заколотилось как безумное Неужели, неужели получилось? Я стиснула зубы, посылая еще более сильный импульс От напряжения даже в глазах потемнело, но усилия того стоили Вода фонтаном взметнулась к моей ладони Больше удерживать концентрацию не было сил, и я расслабилась Чувствовала себя опустошенной и счастливой У меня получилось Все-таки получилось Наконец-то Я не могла использовать магию своей стихии с момента смерти мамы А это почти тринадцать лет Лекари говорили, что блок магии произошел от пережитого стресса Что с возрастом он должен пройти, и контроль вернется ко мне Но годы шли, а блок не спадал Всей моей силы хватало лишь на простейшие бытовые заклинания И я уже не надеялась, что когда-нибудь смогу управлять своей стихией Несколько дней назад произошло чудо Я вот так же принимала ванну, всего лишь взмахнула рукой в воздухе, вспоминая о чем-то досадном А вода вдруг заколыхалась в такт моим движением Тогда я попробовала уже сконцентрироваться И стихия снова подчинилась Не в полную силу, точно сомневаясь, но пришла в движение Я пробовала повторить это и в последующие дни И у меня тоже немного получалось Кузине и тете с дядей я пока не рассказывала Боясь спугнуть надежду Тем более я сама до конца не понимала, как это получается Я все еще не была уверена в себе В столовую спускалась в приподнятом настроении Но печальная ведь тетя опустила меня с небес на землю Вот и настал этот день, девочки Произнесла она тихо, когда мы с Аннетти уже заняли свои места за столом Нам с Чарльзом будет одиноко без вас Но мы справимся Главное, учитесь, набирайтесь опыта И берегите себя Мам Сукаризной перебила ее Аннетти Ты будто нас хоронишь До Арголеса всего полдня пути И мы уже взрослые, с нами все будет в порядке Правда, Лора? Она мне подмигнула Конечно, тетя Улыбнулась я Мы тоже справимся Ты молодец, Лора, что не опускаешь руки Она вернула мне улыбку, но по-прежнему грустную Есть вероятность, что в Академии магия стихии к тебе вернется Там ведь находится камень Титана Он многим помогает нарастить свою магическую мощь Открыть новые способности Поможет и тебе Это очень сильный артефакт, Лора Я знаю, тетя Возможно, так и будет И вновь я почему-то не решилась признаться ей в своем открытии Старайтесь не вступать ни в какие конфликты Продолжала наставлять нас с миссис Роуд Особенно с преподавателями Ну и с некоторыми студентами Вы же знаете, что там учатся дети влиятельных особ Она тяжело вздохнула Проблемы с ними точно никому не нужны Мам, там же будет Роуп Жуя отозвалась Аннетти Он все нам покажет, всему научит, от всех защитит А вот этому негоднику Робу я совсем не доверяю В сердцах воскликнула тетя Присцилла И со стуком поставила чашку с кофе У него же ветер в голове и всякая дурость Держитесь лучше от него подальше Да ладно тебе? Отмахнулась Аннетти Это же Роб Тетя взяла небольшую передышку Во время которой я успела съесть одну гренку с джемом А после продолжила Насчет бытового факультета Я переписывалась с его деканом Она пообещала, что вы попадете туда в любом случае Так что не волнуйтесь И оплату мы внесем в срок Мама, куда ты торопишься? Снова возмутилась Аннетти За их извечной перепалкой всегда было забавно наблюдать Вот и сейчас я кусала губы, пытаясь не улыбнуться Распределение еще через месяц Вдруг мы попадем на другой факультет? Ну, конечно С горечью усмехнулась тетушка Если только у вас не проснутся невероятные способности Или же сумма на нашем банковском счете внезапно не утроится К сожалению, на другие факультеты могут попасть Или одаренные студенты Или дети богатых родителей А нам, обедневшей аристократии, рассчитывать не на что Вам хотя бы на бытовом удержаться На это даже у Аннетти не нашлось аргументов Мы молча доели свой завтрак И разошлись по комнатам готовиться к выходу Чемодан уже снесли вниз Остался лишь редикюль, который будет со мной в поезде Я проверила его содержимое, чтобы ничего не забыть Документы, кошелек с небольшой суммой на первое время Маленький флакончик духов Пудреница и зеркальца Расческа А еще часы с маминым портретом Я открыла крышечку С внутренней стороны, которой на меня смотрела девушка Каштановые локоны выбиваются из-под шляпки Зеленые глаза улыбаются Губы тоже изогнуты в усмешке Мама здесь еще молодая и такая красивая А главное, живая Все говорят, что я точно ее копия Но я не согласна Оригинал куда лучше Я так, бледная тень Как всегда, то воспоминание о маме в носу защипало А глазам стало горячо Казалось, со временем боль от потери должна была притупиться Тем более мне тогда и было-то всего пять лет Но нет, рана так и не затянулась Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться И решительно закрыла редикюль У зеркала поправила шляпку, жакет И направилась к двери Королевская академия Патаны Встречай Лорин Гамильтон уже на пути к тебе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok